На Ставрополье начали отсчет дней до праздника Великой Победы. По всему краю прошел перезапуск часов обратного хода. Эта акция появилась еще в прошлом году. Тогда стартом стал день освобождения краевого центра от немецко-фашистских захватчиков. На этот раз новая дата – День защитника Отечества. Это мероприятие, которое мы сегодня проводим, имеет величайшее значение для каждого гражданина города Ставрополь и Ставропольского края. Потому что это есть главная работа уважения к народу, победителям Великой Отечественной войне, к труженикам тыла, ко всему советскому народу. В этой величайшей войне мы победили только потому, что мы были едины. Кроме часов обратного отсчета, многие акции 70-летия Победы стали традиционными. Так в этом году будут дополнены фотографиями фронтовиков, мемориальные панно «Мы победили» и «Стена памяти». А также продолжена работа волонтерских отрядов, выступления фронтовых концертных бригад и не только. Снова будет бессмертный полк, снова пройдут по площадям и улицам города праздничные колонны горожан, снова будет море цветов на огне вечной славы. И снова мы с вами переживем чувство удивительного восторга и восхищения своей замечательной страной, Россией. Заместитель председателя Думы края Виктор Лозовой, в свою очередь, поздравил с Днем Защитника Отечества всех участников военных действий во все времена истории страны. Это праздник сильных, это праздник стойких. Вы все мужчины на полях сражений, в воинских частях, в местах проведения мероприятий в Афганистане, исполнения интернационального долга, в горячих точках, показали уроки мужества, стойкости и, конечно, героизма. В завершении праздника кадеты и школьники возложили цветы к мемориальному панно «Мы победили». И еще раз поздравили и поблагодарили героев Великой Отечественной войны. Мария Жирова и Владимир Кириллов, АТВ Ставрополь.